Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на деяния святых апостолов. Стихи 20-22. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все, слышавшие, дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и суда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Не говорит Павел, что Иисус воскрес, что Он жив, но что? Тотчас тщательно доказывает, что Он есть Сын Божий. Тотчас Он сделался учителем, потому что Он не стыдился того, что в Нем произошла перемена по отношению к тому, что сделалось для Него ясно. Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев. Иудеи смущены, потому что чему он научен был из закона Моисеева, о том спрашивал и их. Они думали, что, избавившись от Стефана, они избавились и от этих рассуждений, а между тем нашли другого совопросника, более сильного, чем Стефан. Он, доказывая это, преподавал и изъяснял из тех писаний, которые им были известны. Стихи 23-26 Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом у мысли их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Иудеи опять приходят к своему крепчайшему помыслу. Но теперь они уже не ищут клеветников и лжесвидетелей, а сами стремятся совершить убийство. Так как они увидели, что это дело получило силу, то они не передают его уже и в суд. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Заметь, что Павел спасается не благодатью, но человеческою мудростью, чтобы ты научился, что добродетель мужа сияет и без чудес. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Избавясь от опасностей, он не только не скрывается, но напротив идет туда, где более их преследовали. И заметь, что он даже ищет учеников Спасителя. Так он весь воспламенился и переполнился ревностью о проповеди. И то, что он позже других пришел ко Христу, его сделало еще более ревностным. Справедливо может возникнуть недоумение, как апостол Павел в послании говорит, не пошел в Иерусалим, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил в Иерусалим видеться с Петром. Другого же из апостолов не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Смотрим послание к Галатам. А здесь говорится, что он пришел в Иерусалим, и Варнава привел его к апостолам. Итак, или в послании к Галатам апостол Павел сказал, не пошел в том смысле, что он ходил не за тем, чтобы представить свое учение на одобрение апостолов. Или же, если это не так, надо бы надопустить предположение, что злоумышление против него в Дамаске было сделано не тотчас по обращении его к вере христианской, но по возвращении его из Аравии спустя три года по обращении. И таким образом совершилось его путешествие во Иерусалим. И так он не пошел к апостолам, но старался пристать к ученикам. Это он делал, будучи одновременно и учителем, и учеником. Или Павел в послании к Галатам не говорит об этом путешествии в Иерусалим, потому что его историограф, евангелист Лука, многое сокращает и сводит события, бывшие в разные времена. Старался же, говорит Лука, пристать к ученикам. Шел к ним не смело, но с робостью. Все боялись его, не веря, что он ученик. Боялись, конечно, ученики, а апостолы не верили его обращению, потому что для человеческого разумения поистине невероятно, чтобы такой жаркий гонитель обратился в проповедника. Стихи 27-31 Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарее, и были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от святаго Духа умножались. Что Варнава — человек кроткий и снисходительный, это видно и из этого, и из того, что им сделано после этого. Может быть, он и прежде знал Павла, будучи другом его. К каким апостолам привел он Павла? Может быть, к Петру и Иакову, о которых и сам Павел в послании к Галатам говорит, что знал их. Обрати внимание на Павла. Он не идет к апостолам, как человек скромно о себе думающий, но идет к ученикам, как будто бы и сам он только ученик. А Варнава ведет его и к апостолам и рассказывает о том, какое Павел имел дерзновение. Говорил также и состязался с эллинистами или с теми иудеями, которые говорили по-гречески, потому что другие евреи, закоренелые, не могли смотреть на него, или, вернее, даже решили субить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию. Напуганные тем, что случилось со Стефаном, отправляют его в Кесарию, а потом также и в Тарс, чтобы он там и учил, и находился в безопасности, как в собственном отечестве, потому что иудеи не бесились против других так, как против него, ибо других апостолов они уже знали, и бешенство, направленное против них, в них уже ослабело от времени, знали также, как часто они находили себе защиту и каким уважением пользовались они в народе. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое. Лука хочет сказать, что оттуда пришел Петр. Итак, чтобы ты не подумал, что он сделал это из страха, он сначала сказал, что эти церкви имели мир, потому что, когда в Иерусалиме был разгар вражды, апостолы пребывали в нем, а когда там настал мир, они отправились проповедовать и в другие места. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Иоанна. Стихи 14-16 Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Постоянно вставляет речь о любви, и этими многими речами показывает нам то, что заповедь о любви важней прочих и требует большого усердия. Представляет и величайшие доказательства любви своей. Я, говорит, люблю вас настолько, что открыл вам неизреченные тайны, ибо я сообщил вам все, что слышал от отца моего. Как же в другом месте, говорит, много имею я сказать вам, но вы не можете понести. Он сообщил им все то, что можно было им выслушать, и что они могли теперь понять. Когда же говорит все, что слышал от отца моего, то не подумай, будто он нуждается в научении, а показывает то, что он не возвещает ничего постороннего, но то, что принадлежит отцу, и что все слова его — суть слова отца. Сказав, что доказательством любви моей к вам служит сообщение вам тайн, прибавляет и другой признак любви. Я, говорит, вас избрал, то есть не вы пристали к моей дружбе, но я к вам, и я первый возлюбил вас. Как же я оставлю вас на последующее время? И поставил вас, то есть я насадил вас, чтобы вы шли, то есть чтобы вы росли, умножались, расширялись, распространялись и приносили плод. Здесь он ясно выставляет сам себя делателем. Он и выше объявил себя очистителем, когда сказал, вы очищены через слово, которое я проповедал вам, а теперь еще яснее, когда сказал, я избрал вас и поставил вас. Ибо известно, что делатель, виноградарь, выбирает и полагает ветви в землю. Видишь ли, равенство отца и сына. Выше называется делателем, виноградарем отец, а здесь является делателем сын. Постыди с Арией, с теми, которые вместе с тобой поработили с нечестью. Вот еще признак любви, дабы чего не попросить от отца, он дал вам, то есть я дам вам, хотя по связи следовало бы сказать, чего не попросить его отца даст вам, а он сказал, я дам вам, сказал так, без сомнения, по равенству силы. Ибо отец, когда дает, дает своей десницею, а десница его сын. Примечай, прошу тебя и то, что когда мы, быв насаждены, приносим плод, тогда и даст нам, чего не попросим. Если же не приносим плода, то не получим. Ибо кто не приносит плода, тот и не просит полезного и спасительного для души, но непременно просит мирского и бесполезного, и потому не получает. Ибо просите сказано, но не получаете, потому что не на добро просите. Смотрим соборное послание святого апостола Иакова. Стихи 17-19 Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Чтобы апостолы не подумали, будто Господь в укор им говорит, что Он полагает за них душу свою и что Он избрал их, посему говорит, я заповедую вам это не в укоризну вам, не в похвалу себе, как бы за какое достоинство, но чтобы души ваши более утвердить в любви друг к другу. Для этого я исчисляю совершенство любви моей к вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Так как терпеть гонение и ненависть дело тяжелое и очень прискорбное, то в утешении их говорит, если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо меня возненавидели прежде вас. Посему вы должны находить великое утешение и в том, что становитесь общниками моими в перенесении ненависти. Засим присовокупляет и другой способ утешения, более обязательный. Вам, говорит, напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир, то есть злые люди, любил вас. Ибо если бы они любили вас, это было бы знаком того, что и сами вы имеете с ними общение в той же злобе и лукавстве. А теперь, когда злые ненавидят вас, вы радуетесь, ибо они ненавидят вас за добродетель. Иначе, если бы вы не были добродетельны, мир любил бы свое. Но, как я отлучил вас от злобы мирской, то мир и ненавидит вас за то, что не участвуете в делах его. Стихи 20-21. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Что сказал выше именно, что меня возненавидели прежде, нежели вас, то теперь излагает пространие, давая им большее утешение. Вспомните, говорит мое слово о том, что раб не больше господина своего, а вы не больше меня. Смотрите же, как поступали со мной. Если гнали меня в ладыку, то тем более будут гнать вас, рабов. Если не гнали меня, а соблюдали слово мое, то и ваше будут соблюдать. Но этого нет. Ни моего слова, ни вашего не будут соблюдать. Но все то сделают с вами за меня. Посему, если вы любите меня, переносите, что испытываете за меня, которого по словам вашим вы любите. Вот еще причина к утешению. Они, обижая вас, оскорбляют вместе и того, кто послал меня. Посему, если не что иное, то это самое, что одни и те же суть враги вам и мне и отцу моему должно служить к вашему утешению. Стихи 22-25 Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящие меня ненавидят и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но дозбудется слово, написанное в законе их, «Возненавидели меня напрасно». Уже ли справедливо они делают это, ненавидят и меня, и отца моего, и вас? Уже ли в словах или делах моих нашли они повод к такому поведению? Нет, грех их непростителен, ибо не я ли пришел и учил? Если бы я не приходил, если бы не говорил, они могли бы сказать, мы не слыхали, а теперь зло бы их неизвинительно. Потом, так как они везде ссылались не на иное что, как на то, что вступаются за отца, ибо говорят, этот человек не от Бога и тому подобное, посему прибавляет, ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Таким образом, и это немало не служит к оправданию их. Я же не только учения преподавал, но и дела творил, каких никто другой не делал, например, чудо над слепым, над лазарем и прочие подобные. Какое же у них оправдание? Я со своей стороны преподавал учения на словах и присовокупил доказательства от дел, и Моисей во второзаконии заповедует слушаться того, кто чудеса творит и учит благочестию. А они теперь и видели такие дела, и однако возненавидели и меня, и отца моего. Потом ссылается на свидетельство пророка «Возненавидели меня напрасно». Смотрим Псалом 68, стих 5. «Ненависть их родилась от одной только злобы, а не от иной причины». Законом, как мы часто говорили, называет не только закон Моисеев, но и книги пророков, как и здесь назвал законом книгу Давида. Давид духом святым вперед возвещал, что будет делать злоба их, а они, без сомнения, по злобе исполнили предсказанные пророком, и тем подтвердили истину пророчества. Стихи 26, 27. «Когда же приидет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, дух истинный, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Господь сказал ученикам, «Вас будут гнать, слово вашего не будут соблюдать». Они могли сказать, «Господи, зачем же, наконец, ты посылаешь нас? Как нам будут верить? Кто будет внимать нам? Кто послушает нас?» Дабы не сказали этого, Господь прибавляет, «Когда приидет утешитель, он будет свидетельствовать о мне, он свидетель достоверный. Посему обличаемые от Духа в том, что они грешат безответно, будут принимать вашу проповедь. И сначала бывшие со мною также будете свидетельствовать, что я и словами, и делами сделал их безответными». Итак, не смущайтесь, проповедь не будет без свидетельства, но Дух будет свидетельствовать знаменями и чудесами, и свидетельство его будет достоверно. «Ибо он Дух истины, как Дух истины, он будет свидетельствовать об истине. Как исходящий от Отца, он знает все в точности, ибо он от того, от кого всякое познание». Слова, которого я пошлю, показывают равенство его с Отцом, «Ибо в ином месте сказал, что Отец пошлет Духа, а здесь говорит, что Он Сам пошлет Его». Фим показывает не что иное, как равенство. А что бы ни подумали, будто Он восстает против Отца, когда посылает Духа иною властью, прибавил «от Отца». Пошлю Его Сам, но от Отца, то есть по благоволению Отца, и пошлю вместе с Ним. Ибо я не извожу Духа из собственных недр, но от Отца Он подается через меня. Когда слышишь, что исходит, под исхождением не разумей посольство, как посылаются служебные духи, но исхождение есть естественное бытие Духа. Если мы будем понимать, исхождение не так, но как совне, обывающее посольство, то не видно будет, о каком Он Духе говорит. Ибо бесчисленны духи, посылаемые на служение тем, которые наследуют спасение. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 1, стих 14. Но и здесь исхождение есть какое-то особенное и отличительное свойство, принадлежащее, собственно, одному Духу. Итак, под исхождением мы должны разуметь не посольство, а естественное бытие от Отца. Сей-то Дух будет свидетельствовать о проповеди, а также и вы будете свидетельствовать, потому что не от других слышали, но сами с самого начала находите со Мною. А свидетельство тех, которые сначала с ним были, немаловажно. Сами апостолы впоследствии говорили пред лицем народа, свидетели Его воскресения мы, которые и ели, и пили с ним. Смотрим деяния святых апостолов. Итак, свидетельство с двух сторон, и от вас, и от Духа. О вас могут подумать, что вы свидетельствуете в угоду мне, но Дух никак не будет свидетельствовать из угодливости. Итак, не будем всегда искать покоя, чтобы там насладиться покоем. Предпримем труды для добродетели, отсечем излишнее, не станем искать ничего большего, но все, что имеем, будем расточать на нуждающихся. Иначе какое мы будем иметь оправдание, когда Бог обещает нам небо, а мы не подаем Ему и хлеба? Он возжигает для тебя солнце и предоставляет всю тварь в твое служение, а ты не даешь Ему и одежды, и не хочешь разделить с Ним твоего крова. И что я говорю о солнце и о тваре? Он предложил тебе тело и даровал честную кровь, а ты не даешь Ему и чаши воды. Но ты подал однажды. Да это не милость. Если ты не подаешь, пока имеешь, ты не все еще исполнил. Ведь и девы, у которых были светильники, имели елей, но не в достаточном количестве. И в том случае, если бы ты подавал от Своего, тебе не следовало бы скупиться, но ты не подаешь принадлежащее Господу, зачем же скряжничаешь? Хотите ли я скажу причину такого бесчеловечия? Эти люди любостяжанием наживают имение и от того скупы на милостыне. Кто привык так приобретать, тот не умеет издерживать. Как в самом деле тому, кто привык к хищничеству, расположить себя к противному? Как будет давать другому свое, кто берет чужое? И пес, как скоро привык питаться мясом, уже не может охранять стадо. Почему пастухи и убивают такого рода псов? Чтобы и с нами не случилось того же, будем воздерживаться от такой пищи. Ведь и те питаются плотью, которые бывают причиной голодной смерти. Не видишь ли, как Бог сделал все для нас общим? Если же допустил иным быть в бедности, то и это для облегчения богатых, чтобы они, подавая бедным милостыню, могли освободиться от грехов. А ты и в этом отношении стал жесток и бесчеловечен. Отсюда видно, что если бы и в большем ты имел такую же власть, то совершил бы множество убийств и отказал бы всем и в свете, и в жизни. Чтобы этого не случилось, Бог в богатстве положил предел твоей ненасытности. Если вам больно слышать это, то тем больнее мне видеть это на деле. Жизнь так коротка, и все уже при дверях, так что на все нужно смотреть, как на короткий час. К чему тебе наполненные кладовые множество слуг и управителей? Для чего бы не иметь себе тысячи проповедников милосердия? Кладовая не издает никакого голоса, а еще привлекает к себе множество разбойников. А что сберегается для бедных, то взойдет к самому Богу и усладит настоящую жизнь, и разрешит все грехи, и доставит славу у Бога и честь у людей. Зачем же ты не желаешь самому себе стольких благ? Ведь не столько бедным ты сделаешь добра, сколько самому себе, когда будешь им благотворить. Для них ты улучшишь настоящее состояние, а самому себе приготовишь будущую славу и дерзновение, которого и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава вовеки. Аминь. 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 Продолжение следует...